Субтитры создавал DimaTorzok Все процедуры, все расследование завершено, якобы. Хотя на самом деле, по моему глубокому убеждению, оно и не начиналось. Убийца на свободе, я не исключаю, что за этот год он совершил еще не одно преступление, а ангажированные следователи, ангажированные прокурорские и судебные работники продолжают гнуть свою линию, продолжают политическое преследование активиста протестного движения Даниила Константинова. Вот такова ситуация на сегодня. Скажите, пожалуйста, а у Даниила есть какое-то алиби, что вы так легко утверждаете, что он не виновен? У Даниила есть твердое, стопроцентное железное алиби, потому что именно в тот день, когда было совершено это убийство, мы праздновали день рождения моей супруги, матери Даниила, причем даже не только именно в этот день, а именно в это время. Вот просто втроем? Вот нет, не просто втроем, а там были свидетели, не родственники, они дали показания, эти показания были проверены на месте следователями, эти показания были подтверждены полиграфом, мы добровольно прошли исследование на полиграфе, все свидетели защиты. Все эти данные есть у следователя Алтынникова, все об этом прекрасно знают, и вот уже в течение почти года продолжают игнорировать эту очевидную истину. За что же он сидит, в чем причина на самом деле? Политика, политика и еще раз политика. Дело в том, что, как я понимаю, вот именно то направление политической деятельности, которое выбрал мой сын, это смычка русского национального движения и общегражданского протеста и представляется властям наиболее опасным. Его предупреждали об этом, ему грозили, в его адрес поступали и намеки, и прямые угрозы, говорили о том, что против него сфальсифицируют уголовное дело, даже были разговоры о том, что его могут убить. Пытались вербовать моего сына, все это закончилось безрезультатно, и кто-то наверху принял волевое решение любой ценой посадить. И вот следствием этого решения стала фальсификация грубая, совершенно, я бы сказал, ни с чем не считающаяся, ни с какими фактами, не считающаяся с очевидностью, грубая фальсификация уголовного дела. Как вы считаете, удастся его вытащить из тюрьмы или он обречен сидеть до тех пор, пока у власти эти люди? Ну, я не хочу так думать, я считаю, что у общества все-таки есть возможности влиять и на власть, и на суд. Это первое. А второе, мы отправили документы в Европейский суд по правам человека и будем настаивать на ускоренном рассмотрении этого дела в Европейском суде. И если мы не найдем правды в России, то мы найдем ее в Европе. Субтитры создавал DimaTorzok